Всем привет! Я ваша женщина-вестник предстоящих трендов. Я ваша женщина-плащик, косушка, ваша женщина-тренчик и пальтишка. Сегодня буду рассказывать, соответственно, про тренды верхней одежды, про самые актуальные виды верхней одежды на наш сезон осень. Мы про зиму еще потом отдельно поговорим. Поэтому, если эта тема вам интересна, а я знаю, что она интересна, потому что вы уже зашли на это видео, продолжайте смотреть. Первый из трендов в этом сезоне это плащи, такие а-ля тренчи, но они все-таки больше похожи на плащи. Чаще всего они на поясе могут быть и не на поясе, и с тонкой кожей. Тончайшая кожа ли кожзам, очень нежная, выглядит аккуратно. Она должна быть обязательно мягкой, практически такой вот сливочной, масляной. И такие плащи мы чаще всего носим с легкими платьями, носим с обычными топами и брюками, с абсолютно комфортными какими-то кашемировыми комплектами и лоферами. Абсолютно со всем. Эти плащи смотрятся очень женственно. За счет пояса на талии всегда можно что-то подчеркнуть, что-то перекрыть. Эти плащи не оверсайз, они чаще всего садятся четко по фигуре, не в облипку, но просто по вашему размеру. Достаточно часто эти плащи еще сопровождаются четкой линией плеча, то есть где ваше плечо заканчивается, там собственно и заканчивается плечо плаща. Смотрится очень элегантно. Чаще всего это моноцвет, то есть без каких-либо декоративных деталей и без вкраплений другого цвета, без принтов. За счет этого такие плащи можно, кстати, приобрести в базовых оттенках, и они могут вам служить вечно, просто потому что такой силуэт. Актуален практически всегда, если это не очень в облипку, как мы с вами в принципе и не очень любим, потому что, во-первых, это не супер актуальный силуэт, а во-вторых, под такие варианты верхней одежды практически ничего не наденешь. Такой плащ можно носить годами, с ним ничего не произойдет, выглядит он будет актуально, при этом много мест на гардеробе не занимает, не тяжелый на теле, все плюсы этого изделия налицо. Я хочу, кстати, напомнить, что обязательно в этом видео я буду показывать не только варианты из люксового сегмента, когда нам, условно, когда нам диктуют некий тренд, или когда он появляется, когда он возвращается, потому что мы понимаем, что вот это маятник, значит он туда-сюда качается, с этой стороны было модно, здесь не модно, потом он качается туда, значит здесь модно, здесь уже не модно, и туда-сюда, и в общем постоянно. Соответственно, это все обычно происходит в люксовом сегменте, мы на него смотрим, думаем, что же приобрести в масс-маркете, потом это меняем, потом опять думаем, потом смотрим на люкс и ищем в среднем ценном сегменте и так далее. В общем, я решила показать не только люксовый ценовой сегмент, как примеры, а еще и примеры из масс-маркета. В данном случае я зашла на Asus и на сайте Asus нашла абсолютно идеальные предметы верхней одежды, которые подходят под наши тренды. Постараюсь по максимуму их сегодня показать. Плюс, если вы что-то из этих вещей хотите приобрести, я ссылки на эти вещи оставлю под видео. И два, я очень советую это приобрести со скидкой, как это сделать через наш очень известный, я думаю, уже не раз на канале о нем рассказывала. Сервис кэшбэк, это смарти сейл, это сервис умных покупок. Вы заходите на смарти сейл, регистрируетесь там на сайте, и после того, как вы регистрируетесь, вы уже с самого смарти сейл переходите на сайт Asus, совершаете покупку, и автоматически после этого вам кэшбэк в виде некой суммы процента от самой покупки возвращается на счет в смарти сейл, и вы себе все выводите. Очень классный кэшбэк, действительно действенный, для меня он абсолютно оптимальный, просто потому, что я для себя и для своих клиентов достаточно много покупок совершаю, онлайн, и в целом я в последнее время практически со всеми клиентами работаю в формате онлайн приобретений, поэтому Asus, в том числе они сотрудничают с кэшбэком смарти сейл, идеальный вариант. И для меня Asus это платформа, на которой есть большой выбор, просто потому, что они являются конгломератом, и они собирают в себе большое количество брендов не только самого Asus. Соответственно, там, кстати, даже Mango можно найти, там есть какие-то британские бренды, которые, допустим, с территории Украины либо ушли, либо к нам не приходили, которых в России в том числе нет, поэтому очень-очень я еще советую. Единственное, что, конечно же, как и с любым сайтом, и всегда с онлайн-шопингом рассчитывайте на то, что некоторые вещи нужно очень детально изучать перед тем, как приобрести, поэтому я для вас сделаю подборку тех вещей, которые, я считаю, будут качественными и придут в надлежащем виде, потому что, к сожалению, у меня самой был опыт не очень удачный с Asus, из-за чего я практически перестала заказывать оттуда, но я намерена возобновить свои попытки, и, кстати, напишите сразу в комментариях внизу, может быть, вам сделать какое-то ревью самого сайта Asus, того, что я советую оттуда приобретать, того, что я бы не рекомендовала, и почему, и показать эти вещи, и, быть может, сразу и образы с этими вещами сделать. Вот такая идейка. Напишите в комментариях и ставьте пальцы вверх этому видео, если вам эта идея интересна. Идем с вами дальше, и следующий наш тренд в нынешнем сезоне – это пальто-халат. Один из моих любимых трендов, и чаще всего, и даже скорее, пальто-халат именно в длине мидии. Длина максим не самая комфортная, потому что на каждый день она будет постоянно волочиться по полу. Длина до середины колена всегда не очень удачный силуэт создает, когда вы носите при этом, допустим, юбку мидии, и получается, что вот такая вот полоса ткани остается без внимания. Соответственно, длина мини самая универсальная, потому что с мидии можно и юбкой мидии носить, и платья, и брюки, и джинсы. Все, что вы можете себе представить, плюс пальто-халат – это прекрасный вариант, суперудобный. Вы просто его накинули поверх того же костюма кашемирового, поверх какого-нибудь платья, поверх юбки, поверх джинсовой футболки. И вот это вот обволакивающее ощущение комфорта, потому что не зря оно пальто-халат называется, но действительно по ощущениям как халат. Оно чаще всего даже без пуговиц, что я, кстати, очень советую. Я знаю, что многие из вас любят все-таки пуговицы на пальто, тогда для вас просто пальто-халат не подходит, потому что пальто-халат. Самая классная фишка – это вот ощущение effortless chic. Вот как будто бы шиковость, но без дополнительных усилий. Соответственно, накину и пошел. Поэтому без пуговиц, чаще всего без подкладки, из хорошего качественного материала, как шерсть, как кашемир, который сам по себе будет греть, поэтому обычно подкладка ему не нужна, очень приятный, чаще всего это базовая комфортная тона. В большом количестве брендов, на самом деле, в любом ценовом сегменте эти пальто можно найти, в том числе в тех же от Wolf Stories есть такие пальто. Я когда делала обзор Mango, я видела такие пальто, вам рассказывала. Я скоро буду делать обзор Massimo Dutti, вы там увидите несколько вариантов данного пальто, так что очень-очень советую вариант. Он прекрасно подходит, в том числе, с различными кроссовками и кедами для прогулок, для выходного дня, каких-то завтраков с друзьями, с семьей, когда просто хочется быстренько одеться и выбежать и идти есть. Соответственно, один из самых идеальных вариантов сезона. Плюс, на самом деле, его очень легко стилизовать в более шиковом варианте, с каблуками, с платьями, с даже вечерним моментом, какой-то сумкой, клачем. Прекрасно будет смотреться, так что очень-очень советую. Если среди всех вариантов верхней одежды выбирать какой-то один на этот сезон, то я бы 100% рекомендовала именно этот. Следующий у нас это кейпы. Кейпы очень специфический вариант верхней одежды. Конечно же, он более шиковый, конечно же, он более гламурный и больше подходит для каких-то вечерних выходов или выходов в свет, когда нужно просто накинуть некий элемент красивой верхней одежды в сочетании с вечерними платьями, кольтельными платьями. Реже этот элемент верхней одежды можно использовать с чем-то в виде каких-то будничных моментов, там джинсы, просто с какими-то кедами, кроссовками, или мы говорим про кашемировый брючный костюм, все что угодно. Поэтому кейпы, если у вас, например, есть какое-то мероприятие, на которое вы идете, если у вас есть свадьба, вы приглашены в качестве гостя, если вы приглашены на коктейль, если вы идете в театр, если у вас есть вечернее платье, юбка, whatever, whatever, и вы думаете, какой элемент верхней одежды надеть, то вот как раз кейп, это прекрасный вариант. И это не обязательно должен быть короткий кейп, это может быть достаточно длинный, даже длиной миди. Он прекрасно, очень элегантно смотрится в сочетании с кладчами, замечательно выглядит. Но и на самом деле на контрасте с будничной одеждой, если кейп не очень гламурный, без дополнительных деталей, очень комфортно, будет интересно, замечательно смотреться. Следующий вариант у нас это эксперименты с текстурами в этом сезоне, как никогда актуальны. И я имею в виду текстура самого материала, который использован в верхней одежде. Соответственно, мы фокус переносим с формы и силуэта больше на то, из чего выполнен данный вариант. Например, это может быть формат такой стеганый слэш-подушечный, как, например, в бренде Ботега Венета. Это может быть текстура какая-то плетеная или вязаная крючком. Это может быть текстура более лаковая или какая-то потрескавшаяся. Это может быть какой-то махер. То есть, чем больше текстуры в самом изделии, чем более она неожиданная, какая-то клееночная, блестящая, глянцевая. Несколько комбинаций различных материалов, тем интереснее и тем актуальнее в этом сезоне данный вариант верхней одежды будет смотреться. И это может быть исполнено и в виде тренча, и в виде пальто, и в виде косух, всего чего угодно. Самое главное – это эксперименты с текстурой. И именно, кстати, этот вариант верхней одежды я бы советовала брать в масс-маркете в среднем ценовом сегменте, не в люксе. Просто потому, что это очень временный тренд, однозначно долго он не проживет, однозначно очень быстро данная вещь за счет своей активности приедается глазу. Соответственно, тратить большую сумму денег на такой элемент вашего гардероба немного бессмысленно в моем восприятии, поэтому я бы на 100% обратила внимание скорее на варианты, которые я покажу, в том числе с сайта Asus. Дальше идем, и у нас есть лак – один из топовых материалов этого сезона. Если до этого у нас были эксперименты с различными текстурами, то теперь просто лак. И лак чаще всего в формате какого-то тренча или плаща. Очень сексуально смотрится, очень красиво, очень элегантно, очень женственно. Конечно же, с вариантом лака лучше не переборщить, соответственно, если у нас есть что-то лаковое, как верхняя одежда в образе, больше лака не нужно, потому что очень легко можно превратиться. Если вы помните, было, значит, фильм, который назывался «Эльвира, повелительница тьмы». Очень смешно, он комедийный, но вот как бы про какие-то такие дарк-истории. И там, значит, она была в таком латексном платье, в лаковых каких-то перчатках, чем-то еще с черными, как уголь, волосами. Поэтому, конечно, мы в ту сторону не хотим уходить, поэтому один только элемент в образе оставляем лаковым, все остальное более текстурированный, какой-то махер, кашемир и так далее. Следующий у нас животный. Принт очень актуальный в этом сезоне именно в виде верхней одежды. Если не хотите приобрести вещь, которая быстро выйдет из ноты, скорее обращайте внимание на правильный силуэт, более классический, и на более приглушенный все-таки принт животный, не столь активный, не столь яркий, не столь контрастный, что-то очень такое припыленное. Бывает такой леопардовый припыленный принт. Это тот, на который я бы советовала обратить внимание, просто потому что тогда он смотрится более нейтрально. И в целом, на самом деле при правильном подходе, тот же леопардовый принт может быть совершенно универсальной для вас базой и со всем сочетаться. Поэтому леопардовый принт, зебровый принт, змеиный финиш, все, что с животным миром так или иначе связано, даже коровьи принт, можно. Следующий вариант пальто. Это, кстати, такое пальто вне времени, но в этом сезоне оно обратно возвращается. Это прямое пальто. И мы, кстати, не говорим о пальто оверсайз, мы говорим именно про правильную посадку по плечам. Там прямое, может быть, двубортное, однобортное, такая практически шинель. Чаще всего длины миди, это самая универсальная длина, просто потому что, я уже говорила, она совсем проще всего сочетается. Прекрасный вариант, в том числе с вечерними какими-то элементами или коктейльными платьями, или с вещами на выход. И на каждый день, и с теми же брючными костюмами, и с теми же кашемировыми комплектами для прогулки с ребенком. Вот просто универсальнейший элемент верхней одежды. Это очень классный, очень собирает образ, потому что сам по себе форму держит, и достаточно структурированный. Можно выбирать в нейтральных тонах, или если у вас в гардеробе уже есть какое-то количество базовых элементов верхней одежды, спокойно можно обращать внимание на что-то более интересное. На глубокий красный, на глубокий винный, на шоколадный, на что-то, что все-таки будет неким акцентом цветовым в вашем замечательном образе. Дальше актуальный у нас в этом сезоне деконструированный тренч. Это значит, что тренч, обычный классический а-ля пербери, мы берем и что-то с ним делаем. Удлиняем, увеличиваем плечи, меняем пропорции, пришиваем несколько видов материалов, добавляем какой-то кейп позади, какую-то накидку, какой-то капюшон, висящие нитки, бахрому, что-то еще, оверсайз, какие-то кнопки или пуговицы. То есть мы просто взяли идею тренча и передумали его полностью, этих вариантов огромное количество. И опять же, учитывая, что это более приходящий, уходящий тренд и вещь более активная, глазу быстрее приедается, я бы советовала обращать на нее внимание скорее в масс-маркет или в более дешевом ценовом сегменте, просто потому что тогда, когда она выйдет из моды, это будет не настолько обидно, и вы со спокойной душой повесите этот тренч в гардероб и наденете, допустим, в следующем сезоне пару раз, для того, чтобы просто освежить образ. Но вы не будете жалеть о том, что потратили большое количество денег на вещь, которая достаточно быстро вышла из актуальности. И последний, любимый мною тренд верхней одежды, это, конечно же, косуха. Кожаная верхняя одежда как никогда актуальна, а в формате такой грубой, практически байкерской косухи, очень классно смотрится в сочетании с какими-то платьями более женственными для баланса, для добавления некой нотки маскулинности, в сочетании с классическими белой футболкой, с белой водолазкой, с белыми джинсами, прекрасно просто выглядит. Вообще косуха это элемент гардероба вне времени, она практически не от вида изменяется, и для того, чтобы вдохновиться какими-то косухами, и в том числе их приобрести, можно покупать и в масс-маркете, и обязательно советую покупать в винтажных магазинах и на секонд-хенде самые классные косухи. Может быть дальше, даже когда-то носил их некий байкер, ездил на своем огромном байке, они некоторые еще и с нашивками, чем более поношенные они, тем лучше. Вот такие косухи я советую покупать, они очень классно смотрятся, очень актуально, и в них можно вкладываться, потому что в ближайшее время из моды они не выйдут. Друзья, пишите, какой из трендов вам пришелся по душе больше всего. Ставьте пальцы вверх в этом видео, если тема видео для вас интересна, и подписывайтесь на канал, если вы впервые пришли сюда, увидели меня, послушали меня, и, быть может, вас то, что вы услышали, заинтересовало. Люблю, целую, ваша Рита.